Информационно-пропагандистская группа началась со старшинью Аблвыконка Магинадзим Салауём сёння наведала акционерное товариство Гомсельмаш. Сустрыша с коллективом, минавито гэтага предприемства, не выпадковая. Зараз и оно сутокнулося со значными проблемами. Наши корреспонденты наведали Гомсельмаш. То, что у опошний час в промысловом комплексе иснуюсь пылной складенности, сакретом не з'является. На жаль, необычленный и акционерное товариство Гомсельмаш, на яким працуе амаль два проценты, а до гульной колькости занятых у экономицы региона. Высокий сабекошт продукции, страта традиционных рынков сбыту и запазыченность спиратбанками. Усё гэта стремливая далейшее развитие предприемства, якое оказалось у непростой ситуации. У Аблвыконками распроцована и накерована у Советминистров концепция по выводе Гомсельмаша на стабильную работу. Сарат пропанул освоение новых видов продукции. Проработали с одной из голландских компаний. Это на базе Холмера производились циклоуборочные комбайны. Первый комбайн мы его приобрели через промагролизинг. И на сегодняшний день мы ставим задачу начать производство. Что-то даст, создать возможность дефертификации и рынка, и, во-вторых, рынка сбыта. Как-никак, всё равно наши предприятия сельскохозяйственные приобретают циклоуборочные комбайны. Вторая концепция, которую мы сегодня рассматриваем, мы сегодня по линии чернобыльской программы постоянно 25 миллионов рублей тратим на приобретение техники за пределы нашей области. Мы приняли решение производства нас на Гомсельмаше, пресс-обмотчиков. Нам они необходимы, необходимы для заготовки кормов. Старшиня об лвыконкамы Геннадь Соловей подкресливая, Гомсельмаш нам потребны, а тому необходимо прикласти усе намаганье по его захованье. Одночасово с открытием новых вытворчастей у размобы идти об набытии продукции предприемства. Сегодня 55% працующих у господарках зернеуборочных комбайнов потребуют замены. Зробить это одночасово не льга по финансовых причинах. Али некольки десятков машин для сельгаз-предприемства региона всё лето будет набыто. Мы решили сейчас 20 комбайнов ещё взять газомоторных. Мы сейчас прорабатываем логистику, потому что вопрос серьёзный в том плане заправки газомоторной. Нас поддерживает это наш Гомель Белотрансгаз. Мы приобретаем, они тоже приобретают себе технику. Сейчас мы на Мозорскую зону. Поэтому планируем комбайны расположить так, чтобы у нас не было проблем с дозаправкой. Меры по оздоровлению ситуации у акционерном товаристве Гомсельмаш зараз примаются на всех узровнях. У приватности рыхтуется ответный указ президента Беларуси. Что не выключая необходности пошуку шляхов по лепшению ситуации и самим предприемством. Средо основных задач – снижение себекошту машин и больше активная позиция на внешних рынках. Ена целовей лишить. Необходно, что год поставлять на экспорт не меньше 1200 комбайнов. На предприемстве кажут, что это реально. Тем более, что летость за меже Беларуси накировали 1280 машин. В том числе по Российской Федерации мы продали на 90 единиц техники больше, чем в 2018 году. Несмотря на все меры поддержки российских производителей на российском рынке. В прошлом году мы нарастили объем экспорта страны Азии. Это и Грузия, это и Узбекистан, это Армения, Азербайджан. Мы реализовали в прошлом году туда 110 единиц техники. Несмотря на все сложности. Что касается Африки, долго формировался пилотный проект «Эта Зимбабве» по результатам договоренности нашего главы государства, когда посещал эту республику. И в этом году, сейчас в марте месяце, готовится первая промышленная партия в количестве 20 единиц техники под отгрузку. Обращав и творчих, подчас наведывания Гомсельмаша информационно-пропагандистской группы «Аблаканкама» обмеркованы так само пытания будовнества жилья и объектов социальной сферы. Оптимизации дорожного руху и увековечивание памяти загинуших. У приватности размовы идти об будовнестве мемориального комплекса на месте везки Алла у Светлогорском районе. Для сбора сродков на реализацию этого проекта 22 лютого на Гомельшине будет проведен агульно-областный субботник. Мы ставим задачу себе, скажу, амбициозно, 9 мая. Там нужно весь проект стоить 5,8 миллионов рублей. Это деньги, которые на сегодняшний день будут контролироваться обесполкомом, и никто не имеет права, куда их растратить. Для того, чтобы выказать память, это 11 хатыней, представьте, 11. У нас всего в области создано было 1123 деревни. Вот такой проект, если вы примете участие, мы всем вам скажем спасибо большое. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валерий Гопанько, Телерадо, компания Гомель.